Ноябрь Хурму надо брать в королек, чтобы она была сладкая и как можно меньше вязала То есть вяжущий вкус должен вообще-то отсутствовать, чтобы этого не было Очень полезно для сердца, у меня сердечко, так сказать, пожилого человека Поэтому сам фрукт похож на сердечко, содержит сладкие различные сахара, естественные Клетчатку, слизи там свои собственные, ну и естественно биологически активные вещества Вот я с удовольствием это ем на завтрак, одну или две Вот мой завтрак был такой, я съел две хурмички Вот эта вот часть, она вяжет, поэтому ее есть не надо Просто там, где сладенькое выгрызли, остальное можно просто-напросто выбросить Вроде бы этого маловато, я ем орешки Орешки, ну в данном случае я съел фундук На следующий день я буду есть грецкие орехи Сколько съесть фундука грецких орехов? Ну грецких орехов штучки 4 Лично для моей комплекции 100 килограммового человека вполне достаточно Ну здесь можно обойтись так, ну такой полугорсточкой Все, вот это был мой завтрак Значит что еще хорошо использовать? Опять-таки натуральные вещества Можно использовать сушеный виноград Так называемый изюм Прекрасная вещь Вот с самого утра я принял семена черного тмина Принял я вот столько Больше не надо Вот примерно такая доза, вот такая Это вполне хватит Предостерегаю вас Я выложил, чтобы показать Вот это вот Написано, что тоже тмин Ну вы видите Это семена черного тмина А это семена зиры Которые выдают за тмин Поэтому действия их примерно одно и то же Примерно Но, как видите, они внешне очень и очень различны В качестве сладости я тогда вообще предпочитаю сахар Потому что у меня от частого употребления меда возникает изжога Поэтому я использую сахар Значит, сейчас настало время Чаев Травяных чаев Вот он, видите, травяной чай Для приготовления травяного чая я использую Глиняные кружки Вот эта кружка у меня была С вот таким вот ведерочком Я сюда засыпаю Травку То есть это разнотравье Засыпал Травы очень душистые Как проверять травы Насколько они сохранили свои полезные свойства Если вы их вот так вот берете И от них идет запах То это говорит, что эти трава Данного урожая Сохранила все свои качества Вот я залил Закрываю Значит, осень, время чаев Можете воспользоваться Если вы любите сладкое Травяной чай с медом Можете в прикуску использовать Изюм Великолепно Также для сердца полезно Слишком много его есть не надо И такой чай надо Пить до еды Перед едой выпили Прогрели желудочек Желудочек любит Тепленькое Тепленькое Тогда он работает Если я хочу сделать Что-то такое Большое То есть Где-то на Целый день То я использую Вот такой вот термос Смотрите Со стеклянной колбой Используйте термосы Со стеклянной колбой Ищите Это то, что надо Бац Прекрасная вещь Особенно для заваривания шиповника Заварили его Вечером И утром уже пьете И наконец-таки Наконец-таки Последняя фишечка Что бы вы Думали Об этом А это Ничто иное Как Корень имбиря И не просто имбиря А сушеного Можно так сказать Вяленого В сахаре Получается Удивительная Вещь Он Если Использовать Вот Больше такой Седать не надо Берете Прожеваете И получается Что у вас Имбирь Оздоравливает Полость рта Заодно Уничтожает Бактерии В ротовой полости Оздоравливает Гланды Очень полезен Детям Особенно сейчас Его использовать В качестве профилактики От ангин От простуд Вот такую вот Одну штучку съели Вот такую вот Одну И хватит Ребеночку Сушеный Имбирь Можно найти На рынках Кстати Яблоки Яблоки Я особо Не использую В свежем виде А вот в таком Подвяленом Потому что В свежем виде Сохраняются Фруктовые кислоты Которые Действуют На зубы Рассасывают Эмаль А у меня такая Эмаль Чувствительная Поэтому я предпочитаю Вот такие вот Слегка Подвяленные Фруктовые кислоты Исчезают Но зато Все остальные Вещества Действуют Так как надо И я Именно Вот такие вот Яблочки Ем Еще раз Вас Подостерегаю Против Чрезмерного Употребления Орехов Белок Растительный Не у всех Он хорошо Усваивается Поэтому 3-4 Грецких Ореха Фундука Ну Буквально Таким Маленькая Маленькая Горсточка Все Больше не надо И жевать его надо Очень и очень тщательно Особенно Фундук Приятного аппетита И будьте здоровы